я вот смотрю по поводу наших это мы 3 года проводим уже 4 4 год мы проводим я вам скажу так вот по общей тенденции как я наблюдаю у нас начале было большие такие массовые приезды желающих но я так смотрю по ситуации что массовость немножечко уже прошла и приезжают люди которым более скажем так более прагматичные более устремленные к тому чтобы этим вопросами этими заниматься узнать и что-то у себя внедрить ну честно говоря это лучше когда приезжает знаете приедет толпа которая чисто приехала отдохнуть просмотреть позадавать может быть даже когда-то были и не нужные вопросы но все это проходит я думаю что данная ситуация это хорошо но еще должен сказать наблюдаем такую тенденцию с чем это связано в общем-то всем это понятно вот отдел продаж у нас еще потом выступит в конце ирина николаевна она руководитель отдела поэтому есть общее снижение ну скажем так потребление и сбыта органической продукции сказать что это связано с какими-то санкциями тут не скажешь ну в общем есть такой процесс и почему он происходит я думаю каждый сам уже это поймет каждый для себя ну что в целом хочу сказать хозяйство у нас не очень-то большое всего 2000 гектар земли из них 400 в органике техника у нас тоже ее не так уж и много у нас три основных мощных трактора это у нас есть новый купили кировец 400 сильные два не холодно 370 и 315 лошадей вот мы соответствующий шлейф техники которые ну необходим для производства всей техникой мы обладаем ну и комбайны все комбайны мы заменили ушли как бы окрас и уже подошли к сроку окончания эксплуатации там больше в основном по 10 лет всем ну сложно с ними стало работать мы заменили 4 этих комбайна на 2 не холланда ну есть сейчас определенные вопросы по запчастям но они решаемые на сегодняшний день поэтому качество уборки очень-то хорошая ну мелкие трактора они тоже все присутствуют мтз есть йоты есть соответствующий шлейф машин тоже к ним есть поэтому для того чтобы вести сельхозпроизводство имеется все практически что-то обновляем что-то покупаем что-то убираем ну процесс идет как и у всех что еще значит порядка 14 культур выращиваем на все культуры есть определенный сбыт ну что-то лучше продается что-то хуже продается ну в целом реализуется все но 14 культурами гораздо проще составить все вооборот и добиться необходимых результатов но сегодня вы все увидели что органическое производство это имеются и сорняки имеются и проблемы по болезням имеются разные ну причины после для снижения урожайности но тем не менее пытаемся работать я честно говоря по этому году даже немножко удивлен что засоренность даже меньше вот александр приезжал до меньше когда взад чем засуха вот когда засухал там засоренность да потому что культурные растения растут плохо а сорняк растет всегда хорошо и в этом году практически мы получили стопроцентные всходы всего посеянного посевного материала и я так подполагаю что благодаря густоте мы смогли придавить и сорняки но то что вы видели сегодня да но мы видим эту сурепку которая в общем-то она-то влагу вытягивает влаги в этом достаточно но когда и влаги нет ее особо такого количества нету то есть здесь уже из опыта можем даже прогнозировать что у нас вырастет что у нас не вырастет и как с этим бороться но бороться самое главное нужно иметь технику мы соответствующую технику приобрели сразу как только начали этим заниматься но свальная жадка самоходная она обязательно должна быть хозяйстве потому что ну допустим такие культуры как чечевица она без свала вообще не обойдется потому что доведем ее до скажем так готовности зрелой мы и всю потеряли потому что красную чечевицу надо убирать уже еще она будет бобики зеленые надо надо ее валить она доходит прекрасно волках и вот если мы чуть-чуть даже эту фазу зеваем туда дальше созревание она уже сама начинает лучица начинает высыпаться поэтому тем более с ее урожайностью тут надо не прозевать такие моменты как допустим рожь хорошая культура рожь и овес это такие культуры которые работают как оздоровление почвы они выделяют определенные фитонциды корневая система и они в общем-то чистят почву очень даже хорошо от всяких патогенов поэтому эти культуры обязательно все в обороте не должны чередоваться и они свою роль выполняют поэтому эти культуры важные и очень полезные принципе ну а так все остальное надо смотреть по севооборотам тут же тоже все не посадишь надо ко всему приноровиться что-то растет пробовали мы и речи хусей ну полку нету очень жарко на себя очень плохо тут чувствует во-первых из речи х сложности в чем и и негде у нас перерабатывать просто гречиху обжарить и там сделать да но она как бы не совсем интересно в органическом виде интересно зеленая речка в том числе мука зеленой речки но у нас ростовской области были две или три переработки все это она как бы не востребована было ее все ликвидировали и нету и мы один раз перерабатывали аж воронеже у вас нас там как ли пока ободрали пополам все плюс я уже не помню базили там переработали у нас было ее 10 тонн отправил камаз он там побыл два дня забрал привез половину у нас забрали и все на том у нас эпопея с речи хай кончилась вот но так вы все увидели из животноводства но хлеб мы остановились тоже делает вообще началось все с хлеба по большому счету вот наталья александровна мы с ней подсели на хлеб были наши партнеры в краснодаре станица ильская дали не они северская или искать не помню ну в общем они там пекли хлеб и они начали брать у нас пшеницу простую пшеницу качественную начали брать тройку не знаю почему но как-то вот мы с ними сошлись и они у нас закупали ну все зависит от качества подготовки потому что такой подготовки как у нас я вам скажу сложно найти вот даже вот елена николаевна не даст соврать да как ты задавала вопросы ну чего вы у нас берете пшеницу взяла и спросила так вот и почему вы берете не берите как ты была такой они нам все ответили наика не проверяю чистоту пшеницы не поверите рассказывайте налили ванну воды значит не берут у нас ничего не всплывает вот они покупают проверяют качество очистки вот и все вот но это дагестан чечня мы туда тоже окружаемся вот так сбился на чем я остановился а с хлебушка да потом я взял думаю раз они из пшеницы пекут да он вкусный все ну что-то не хватало мне я взял здесь своей спельт и полбы и ржи поехал к ним все это мы замочили там день мы пожили у них на следующий день испекли ну просто было очень вкусно и вот это было уже момент когда мы приняли решение строить пекарня вот задавали массу вопросов да а кто вам куда вы продавать будете а вы нашли а вы господи если мы все знали наперед мы так наверно не жили вот поэтому построили начали печь и все процесс идет главное как его раскручивать как его предлагать и как его упаковать что было красиво но кроме того кроме того кроме того естественно нужно социальная когда поддержка то есть массовость донесения до потребителя чтобы это можно было предложить проводение различных мероприятий поэтому у нас появился такой человек как дарья соловьёва она у нас директор по развитию она занимается всеми этими вопросами активная работа идет много чего проводим в разные акции разные там социальные группы которые и в разных конкурсах блогеры ну в общем много чем она занимается процесс идет нас узнают нас знают вот и ну и одна из ее инициатив было начать агротуризм его начали два года назад это третий уже год пошел начали мы с экскурсии потом потихоньку пошло 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 у нас уже наработана была база для того чтобы начать можно было подать заявку на строительство отеля по линии агротуризма мы от грант выиграли и вот теперь мы с этим грантом носимся до дарьсона вспышленной торбой ну если кто не работал или кто-то работал с грантами вы знаете сколько там сложности разных в общем но надеюсь что мы его оплатим жизнь процесс тронулся архитектурный план у нас есть проекты домников есть компания которая будет делать вроде как есть ну и движемся надеюсь мы его все-таки осилим поэтому на будущее приглашаю нам отель наш он здесь будет на хуторе здесь у нас здесь территория в которой будет все это располагаться плюс у нас рядом пруд плюс у нас на сегодняшний день порядка четырех-пяти километров агра не этих экотропы мы и планируем расширять километров до 15 и благо есть куда вот саде работаем с фондом органика это росельхозбанк который поддерживает тоже нас немножко профинансировали на проведение хутор феста фестиваль третий год будем проводить органический фестиваль фестиваль агротуризма и астрономии да астрономически да мы приглашаем туда качественные фермеров которые производят качественную продукцию довольно таки много людей желающих много приехать но мы отбираем кого брать кого не брать прошлом году все кто приезжал практически все все распродали но мы делаем точки питания в смысле точка питания электроэнергия кто-то с холодильниками кто-то без холодильников мы приглашаем там мясников мангальщиков шашлыки кашу делаем но в прошлом году до тысячи человек было в общем провели довольно таки интересно в этом году также у нас последняя суббота августа это в этом году 26 это число поэтому приглашаем подготовка уже идет ну вот в принципе все работаем в разнопланово не только вот поле и все какие птицы какие отходы навоз а не на выгулах они на выгулах мы помет собрать его не можем ну как его соберу мы просто периодически меняем валиры им и там где валира освобождается мы засеваем разными культурами мы мешаем все что есть просто там ячмень там трава какая-то вот вот они один выбили мы сейчас посеяли второй но он уже в связи с дождями перерос и они там теперь как в этом джунглях они не свыклевали и ходят как это под пальмами там у них холодок теперь есть теперь надо эту сторону засеять да ну но прибыльный естественно органика потому что мы выходим на конечный продукт на прилавок здесь этим все сказано вся маржа там мы продать продаем все что из интенсивки ну сами понимаете ну что убрали привезли транспорт засыпали в порт отвезли высыпали деньги получили все и опять эти деньги куда понесли пошли купили чем этом удобрение купили химию купили а перед кто ты жених ты успеешь ты нам заплати и все а мы а ты там как-то сам разберешься понимаете все зарабатывают кроме сельского хозяйства потому что восьмой девятый десятый год вот когда этот дефолт был там или чё у нас было я вам скажу так сельское хозяйство было очень хорошей ситуации лет пять вот где-то после восьмого до на тоже года вот восьмой девятый десятый еще одиннадцать двенадцатый на работ да мы за один сезон свободно вот просто не напрягаясь не надуваясь вот купили трактор нюхолланд 300 лошадей купили джон дирку селку купили глубокорыхлитель там итальянский ну еще там по мелочи всяко то есть мы спокойно могли потратить в районе двадцати миллионов и цены были адекватные на технику ну если вы сегодня реально вот можете комбайн купить нюхолланд знаете вам стоит сейчас 56 миллионов вот есть реально какие-то нормальные цены ну а наш допустим тот же если мы их брали где-то по двадцать одному миллиону да вот эти комбайны то сегодня акросы подходят под двадцатку и что там покупать в акросе я с ними вот десять лет вы не поверите там может поломаться даже то что вообще не должно в жизни ломаться но ломается качество сварки никакое металл никакой вот понятия был на в брюге на этом заводе нюхолландов смотрел как они собирают да там все автоматизировано качество стали качество все роботизировано все это там участие людей минимальное очень кратко добавлю именно по коммерческой части до много говорилось о продукте о том как его вырасти произвести все замечательно но что касается коммерции у нас очень благородный бизнес но все же это бизнес да и основная цель его это зарабатывание прибыли как и у любого бизнеса поэтому что здесь здесь специфика продукта есть свои плюсы есть свои минусы в чем-то кажется от как здорово до конкурентов сегодня не много не столько как в органическом земледелии поэтому бери старайся переводись и вперед будет тебе счастье но нет как бы есть нюансы которые говорят о том что все не так просто и прежде всего это касается людей людей начиная от наших посредников заканчивая конечным производителем в головах у которых полный раздрайв вот конечный потребитель он путает фермерский продукт органический продукт просто здоровое питание диетика диабетика когда мне звонят люди и спрашивают а без глютен да это другая история а диабетикам полбу можно можно но это тоже другая история поэтому здесь конечно вот просветительская работа играет большую роль все это не может не сказаться на интересе наших покупателей как магазинов мелких так и крупных дистрибьюторах так и сетевых потому что если конечный потребитель не понимают специфику то у них соответственно тоже это сполки уходит хуже что делаем мы мы прежде всего хватаем тех партнеров которые заточены именно на органику да то есть это наша это наше все скажем так это наш основной массив контрагентов и конечный потребитель туда идет такой же что касается не специализированных магазинов сетевых федеральных региональных там все гораздо сложнее полки органики есть сегодня далеко не везде и поэтому органический продукт который естественно дороже чем неорганический стоит рядом на полке вынужден конкурировать с неорганическим продуктом когда подходит человек не посвященные либо просто ему некогда стоять там красные чечевицы стоит 20 брендов да и выискивать почему одна стоит 50 рублей коробочка другая 350 чеку непонятно кто-то будет стоять вычитывать кто-то возьмет за 50 и просто уйдет наверное в нашем бизнесе это основное вот на сегодняшний день соответственно если нет этих полок органики нет и категорийщиков да то есть мы со своим предложением нашей бакалейной продукции мы стучимся кому-ка бы к обычному менеджеру категории бакалея он рассматривает наши цены нет ребята вы по цене не проходите все нам не интересно часто мы видим что на полках органики стоит но повторюсь диетика диабетика безглютен и так далее иногда вообще непонятно что там стоит это вот основная наша проблема но тем не менее все люди хотят быть здоровыми все хотят жить долго и счастливо поэтому направление интересное скажем так расти на растущем рынке всегда проще чем расти на падающем мы надеемся что этот рынок будет расти и мы вместе с ним успешно относительно тенденции именно в нашей компании как сказал алексей иванович наблюдается небольшое падение да есть такое дело но конкретные причины вот прям сказать что связано с тем то но тут скорее совокупность факторов потому что повторюсь да связи с политикой ушли многие крупные магазины они просто ушли что касается платежеспособности населения мы можем судить о том что да она тоже несколько упала если где-то мы видим закрылся магазин да нету покупателей там нет какого-то продукта соответственно мы его не продаем хлеб хлеб у нас это стабильный продукт и если продажи по нему снизились то мы понимаем почему они снизились просто дорого а дешевле быть не может соответственно тот кто раньше покупал эту буханку хлеба за 80 рублей сегодня предпочитает купить за 40 ну вот эта тенденция по хлебу очень четко прослеживается в целом наши продажи да ну какой-то продукт выпал из ассортимента да там со льном не получилось в этом году допустим там еще чем-то но мы не можем на это закрыть глаза мы понимаем что это играет роль на общем нашем валовом на нашей валовой прибыли вот как-то так ну в целом в целом рынок растет и и людям интересен вот так ну наше дело сейчас искать партнеров в других регионах хлеб продукт региональный поэтому будем развивать бакалею ну в общем вот как то так надеемся что все же в сетях будут появляться специализированные полки что мы будем работать не только с и п у которых там маленький магазинчик потому что сети это стабильность сети это это всегда стабильный доход да то есть ты долго трудился чтобы один раз туда зайти и после этого это просто поддерживаешь отношения твои продажи уже развиваются чего не скажешь о каких-то мелких магазинах которые как грибы открылись закрылись открылись закрылись ночью что-что простите мы представлены практически во всех федеральных сетях сегодня с хлебом но здесь по юфо только по юфо потому что логистика наша дальше не достойте ростов краснодар мы стоим ашан окей гипермаркеты магнит табрес и очень хорошо с нами работают в краснодаре ленты до ленты забыла перекрестки с нами работали по хлебу сейчас работаю только по яйцу вот по бокале все гораздо хуже потому что если хлеб это продукт который имеет вкус да и человек попробовав там один хлеб другой хлеб все-таки какие-то приверженцы там хлеба относительно дорогого остаются потому что хлеб это более сложный продукт чем просто зерно то по зерну все гораздо сложнее даже если конечный потребитель готов брать там чечевицы до килограмм не за 100 рублей за 300 рублей то сеть не готова брать этот продукт потому что предполагает что он будет плохо уходить с полки оборота нужного не будет это проблема то есть тут специализированные полки магазины да там где есть именно органика но реклама направлена на конечного потребителя да поэтому да 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 совершенно верно да вы называли 150 позиции на порядка данный момент сколько из них прибыль сложный вопрос мы не подсчитываем прибыль по каждому отдельному продукту мы смотрим по хозяйству в целом но учитывая учитывая тот факт что мы ну как мы расфасовали в другую упаковку уже у нас пошла новая позиция но поскольку мы ничего не выбрасываем получается что прибыльное все другой вопрос чего-то уходит больше чего-то меньше рентабельность у каждого продукта ну тоже разная в силу цен на рынке сложившихся и она скачет из года в год да вот у нас там поза прошлом году на рынке бы не хватало ржи у нас ее хватало мы и продавали дорого сейчас ее избыток сейчас продать рожь дорого не получается к примеру я не говорю про органику я говорю вообще вот поэтому здесь стабильных цифр нет все течет все меняется не по прибыльности а по размеру выручки если мы возьмем с вами до оба ци анализ вот ну так то да на первом месте у нас будет хлеб вот наша первая остановка слева от нас поле овса справа поля полга пришли мы к ним тоже очень таким интересным путем при сертификации есть такой принцип в разделение культур должно то есть если у нас в интенсивном производстве используется пшеница озимая то в био его не должно быть поэтому мы пришли к этой культуре ввиду того что она еще крайне тяжело поражается клопом она пленчатая культура и клопа и не прокусывает это вот один из факторов в том плане еще она яровая твердая пшеница ее можно использовать как на выпечку хлеба так на использование для макаронной промышленности мука и так далее технология ну в принципе абсолютно копирует технологию любой яровой зерновой культуры это посев максимально ранние сроки с единственным отличием в том что мы не применяем здесь не удобрений не каких-либо химических средств защиты все работает исключительно на биологии на агротехнике после посева по входовое оборонование используем боронные мотыги ротационные они очень хорошо помогают помимо того что они дергают нитку они дают еще воздух корневой системе за счет этого кущение происходит реально лучше далее по технологии у нас их порядка двух а то и трех баранова не происходит и дальше можно работаем биопрепаратами которые у нас предотвращают развитие заболеваний дают ну какое-то может быть косвенное питание до прямого питания там толком нету да за счет продуктов метаболитов живых организмов которые находятся в составе этого препарата вот и таким образом мы поддерживаем нормальное фитосанитарное состояние на участке дальше по техноту работаем конкретно продукция компании биотехакро александр представитель этой компании сегодня вот у нас схеме бск и есть им fit марка же это для вегетационных обработок дальше по вегетации работаем уже биофунгицидом bf team ну также есть им fit так там присутствует вот для обработки семян используем есть им fit марка ай марка же тоже более подробно александр думает расскажешь про эти препараты научной точки зрения какие штампы содержатся в русской ну раз у вас есть какие-то там замена до исключительно в рамках года вот уборка данной культуры ну мы стараемся ее проводить однофазно ну зачастую это получается как будет в этом году покажет время потому что влаги в почве достаточно и вторичное засорение но вы видите уже полба чуть приподнялась но тем не менее даже сурепка она уже здесь присутствует посмотрим насколько станет это про это проблемой в период уборки возможно придется прибегать и к двухфазной уборки в оборудование у нас для этого все имеется мы как бы были к этому готовы что будут сорняки будет засорение надо будет валить на нужно будет подбирать вот дальше овес тоже очень интересная культура есть вопросы по полбе друзья потому что культура достаточно редко еще не не массового производства урожайность какая урожайность в среднем по годам получается в районе трех с половиной тонн с гектар ну то есть вариации от года более влажный года в районе 40 где-то сухой год было и 25 центнеров то здесь зависит от лимитирующих факторов данном случае это влага урожайность она приближена к бонетировки почвы то есть вот то что при арахим обследование не показали что данная почва может там выдать говоря 35 центнеров да вот без применения каких-либо удобрений да так как мы их не применяем и в принципе плюс-минус эти урожаи получаем стараемся прямым комбинированием но смотрим по годам если есть засорение то приходится прибегать к свалу оборудование дорогое применяем биопрепараты которые да и обозначил но после уборочная подработка это вы видели на везде у нас стоит зав 50 там машины bcs это центробежная это идет у нас как бы но первичная обработка то что с поля выходит то есть убрать какой-то сорняк до который может быть ну и мухарку и далее у нас идет нам нужно мы его молотим колосками эту полку вот даже сейчас можно увидеть а нам нужно зерно вытащить из нее дальше у нас идет шелушение и очистка на более тонких машинах чтобы получить конкретно зерно мы приедем на производство александр владимирович у нас этими вопросами занимается он более подробно с примерами что вы ладо что было после это все покажет и расскажет 55 63 процента много отходов ну да все-таки шелуха на имеет как объем так и вес но в любом случае вы чистить ее идеально вот чтобы прямо полностью все зерно из этой шелухи достали ну нет ну порядка там трех пяти процентов она все-таки остается в массе этого вороха который мы дальше применяем либо на птичник да в качестве подстилки либо вот сейчас пытаемся с биочарами заниматься вот вот так да но мы эту продукцию реализуем дальше через хлеб через муку хлопья и так далее она не полегает да вот влажный год пшеница часто полегшие мы видели вот приехали сейчас пол бы не полегает 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 она такая же зерновая яровая культура нет никакой химии сюда не применяется она также ложится бывали ну особой проблемы не возникало чтобы она прямо лежала лежала вот ну какие-то участки допустим за лесополосой где может быть какие-то завихрения ветра там это есть да а почвы какие чернозем и тяжело суглинистые на леса видно сулинки ну слегка не особо слабо выщелочены все броски назовите первый раз у вас на звенья оборотов полба горох да естественно полба горох рожь чечевица спельта а мы проедем дальше покажу а зимая зерновая культура овес спельта овес ну и дальше это раскручивается нет четко фиксированы бывают где-то посел обороты некоторые перехлесты сил оборот все-таки привязан конъюнктуре рынка что необходимо до жестко его выдерживать если у допустим по результатам продаж и прогнозирование следующего года нам не нужно допустим иметь там 150 гектар чечевицы да но при этом чечевица у нас используется ни одного вида черная красная то есть они также являются как звеносева оборота а илен еще до но мы был вот в прошлом году у нас были минимальные посевы льна для обновления семенного материала в этом году порядка 49 гектар посеян ну вот как то так еще какие вопросы есть по полды в этом году площадь 78 гектар столько же примерно каждый год но упал вода это является стратегической культурой она используется при производстве хлеба круп хлопьев и так далее то за нее больший спрос нежели как бы на остальные культуры вот спельты мы держим порядка 20 гектар а больше чем по полу под что-то отводите под какую-то не но бобовый компонент в общей клубе порядка ну 120 гектар занимает как минимум чечевица 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 и плюс горох но это вместе по отдельности нет наверное больше все таки занимает ниже да но производство и последующая переработка конечно она добирает свое в любом случае это все таки достаточно дорогое мероприятие но прямые затраты на производство ниже виду то что мы не используем здесь не удобрения не что продаем конечно это и вопросы к отделу продаж я сейчас не буду останавливаться на этом вопросе вот ценные разные есть оптовые продажи есть мелко оптовые продажи есть коробочка есть фасовочка по 5 килограмм вообще среднем многолетние значения где-то на уровне 450 миллиметров это вот для нашей зоны находится но по этому году у нас за апрель порядка 120 и 130 и марит ухо класса однозначно будет больше ну вот но при этом как бы сказать что зимой очень много осадков было нет зимой их не замерял осень ну такая были конечно проблемы некоторые с осуществлением посева ну все отсеяли все успели вот здесь представлена продукция из той же пол бы мы пока на ней уже останавливаемся ну вот если вопросов нет давайте я перейду к овсу овес тоже яровая культура тоже зерновая технология у нее практически идентична технология на полбе это такая же обработка семян препаратами биотехагра вот посев все и мы его порядка четырех с половиной пяти миллионов эквивалентно это порядка 80 килограммом физическом весе вот и далее те же самые баранова не те же обработки биопрепаратами вот единственная как бы наверно принципиальное отличие будет том что здесь двухпазная уборка идет потому что достаточно много подгона и момент когда метелка на все уже сухая то стебель он зеленый поэтому его приходится валить он полежит подсыхает и тогда уже с урожайностью в районе 25 да ладно да не может быть ну да поэтому дальнейшая подработка также первичная очистка но овес это мы используем голозер на его нет необходимости дальше уже дошелушивать вот в этом немножко проще на машинах очистки она через фото сепаратор отделяем те зерна которые все-таки остались в шелухе ну они идут в отход в их можно пробовали там дополнительно дошелушить как-то вот и использовать для крупы исключительно вот пожневные остатки которые остаются в поле все многие приезжали вот у нас биоудобрения в составе почитаешь а там вытяжки то на солях то на кислотах а это как бы сертификация не проходит до однозначно да ну и зачем кого обманывать для этого да проще минералки насыпать спокойно не но здесь именно вот вопрос интересен принципиально что да мы вот пойдем по этому пути и не вправо не влево да у нас есть своя переработка мы можем свою продукцию довести до конечного потребителя вот и все главное здесь знаете кажется с точки зрения хозяина это просто вот эстетическая привыкнуть к тому что у тебя всегда сорняк это было очень тяжело насколько массив может держать этот сорняк пола но обратите внимание да она стоит в грубо говоря по грудь и тем не менее там сорняк есть хоть его меньше но массив сам по себе за счет за те затенения за счет затенения поверхности почвы он держит сорняк здесь ну биология растения такая может быть густота по этому году недостаточно вот эти вот крайние выпады здесь балка здесь шла вода здесь были проблемы что она притопленная растение отставала здесь балка она в большей степени как бы была подвержена этому засорению каких 33 ну однозначно да ну первое это обработка пассивного материала второе это кущение кущение вот фаза выход в трубку то есть там должны придержать где болячки до которые могут быть и здесь вот особенность в том что работаешь на упреждение не как вот в химической технологии прошли поле продиагностировали увидели проблему что да надо заходить работать зашли решили проблему здесь приходится с особенностями года как-то это все немножко предугадывать наперед и смотреть на неделю-две далее сейчас но придержит в этом году были большие проблемы мы практически весь апрель нет этого я не определял в том плане нет нет не проводил но я вижу что массив адекватно живой в био не бывает вот идеально чистого и никогда не будет и на биопрепаратах никогда этого не добьешься здесь работает принцип замещения если мы не поселим туда сапрофитную микрофлору ее займет патогены все то есть наша задача заместить патоген сапрофитом который будет позитивно работать на ну александр мне ведь тебе этот вопрос перед риску препараты наши в среднем то есть как бы в практике это так тем более мы и помимо органики мы интенсивку закрываем тоже засушливых регионах тоже мы закрываем биологию и не хуже а себестоимость ваших препаратов себестоимость препаратов себестоимость препаратов на гектар ну средняя фунгицидная обработка стоит 400 до 600 рублей недорого ранневесенняя обработка стоит 450 но тем не менее рожь я работал два раза биофунгицидом и это не удержало в этом году хотя тут по сорт причем можно посмотреть потому что там рядом алтай у нас семенной час да но мы с этим сортом работаем уже достаточно давно ну вот это вот проявление феоболеза конкретно работали все это вот я честно говоря своей практике первый раз вот такое заболевание вижу и она приводит к тому что с ним уже ничего не сделаешь вот нужно принимать вот как она есть и другого не будет не любые действия сейчас будут бесполезны похож да но проблема в том что это гриб который уничтожает корневую систему да это в большей степени проявления если были блюдца да были блюдца но здесь профиль поля такой что вот мы стоим сейчас самой низшей точке был когда-то сейчас его нет ну у нас не краснодарский край у нас таких полей с озерами нет у нас везде рельеф позволяет воде сходить поле одновременно созревает пока же технология обработки почвы техника есть для обработки на интенсивке вообще в принципе минимальная обработка почвы под зерновой культуры это дискование 23 раза на рожь озимая и спельта вот рядом с нами это озимые культуры сеются они осенью стараемся их сеять первыми чтобы получить максимальное развитие дальше она выращивается в принципе по биологии в любой озимой зерновой культуры обработка семян и следственно биопрепаратами бфтимами марка а марка ж далее оборонование по вегетации обработка в фазу ухущения бск гестим для предотвращения заболеваний дальше по вегетации обработка биофунгицидами чтобы как-то удержать но вот по этому году тяжело было очень удержать на ржи то большей степени видно что не удержали болезни на это естественно отразится на урожайность в любом случае она будет ниже в среднем по годам рожь у нас дает от 30 до 40 центнеров вот в этом году я думаю что у центнеров 30 может быть 35 будет вот эти культуры убираются напрямую однофазное комбинирование рожь такая тоже интересная культура она очень сильно сыпется ее нужно прямо ловить этот момент когда она готова к уборке до заходим работы то есть вот в этой нашей ситуации останавливаем любые мероприятия где бы мы не работали и заходим на рожда проводится тщательнейшая очистка комбайнов все это актируется документируется но это требуется системе сертификации конечно вот так же как и очистные машины те же залы первичная очистка когда идет все вычищается задувается вплоть до использования пылесосов нет ну вот это в зерно тщательно пропылесосили воздухом выду выдули пропылесосили замели чтобы никакая продукция туда не попала вот и заходим ее молотим выбираем как правило всегда кондиционной влажности до 14 процентов вот поначалу уборки все дергаются бегают где-то влажное где-то сырое вот а потом солнышко припекает и все она подводится в одно и вы правило 12-13 процентов это все кладется в амбар активно используем варонование на посевах в принципе все вороной в этом году еще добрали спельта ну гриковина за 32 они но посево нет проблема вид то такая же дом и и молоте вот этими колоками вот и потом ее надо шелушить но качество зерна очень высоко не без применения какую-либо химия и удобрение вот семена свои можно будет если знаете как ликовину выдели до пожевать и она наживаются хорошо да алькара ну вот эти семена это мы брали от автора сорта сулухан знаете да и мир беда сулухан куда и бердева вот я был у нее она была у нас нет она к нам не приезжала но это вот ее сорт вот таких как мы только начали сеять получили вот такой продукт чувствуем дальше делать я нашел шелушилки бюлеровские через питерский мелькомбинат аж ялуторовский первый раз город такой слышал слышали ялуторовский это там в районе тюмени я поехал туда ну там ребята тоже питерские молодые были ну и не поставили новая эти поставили вам бар я пошел из 4 2 выбрал с меньшим износом они на них шелушили этот овес по цене начали договариваться ну думаю ладно поговорить а я пойду что мешать думаешь как за одну цену они мерят ну это было да да нет ему 14 дарит вот или 15 16 16 а за 100 тысяч возьмешь я думал полмиллиона вы хотят как минимум я не ломался ними через три дня его упаковали транспортная компания отправили сзади тоже интересная культура посеяна а вот по этим еще скажите михаил алексеевич сорта вы подбираете с учетом технологии органического земледелия конечно наименее интенсивный надо отбирать наименее наименее да